Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Сэр Джон Саклинг, английский придворный поэт, драматург, представитель так называемой школы кавалеров, прославившийся своим остроумием, смелыми шутками и изобретением карточной игры Кридыч. Его самым известным произведением является поэма «Баллада о свадьбе». Родился 10 февраля 1609 года в семье видного королевского чиновника в 18-летнем возрасте после смерти отца, он наследовал его поместье. В 1623 окончил Кембриджский университет, а в 1627 был принят в Гресс-Иннг. Год спустя покинул Лондон и жил во Франции и Италии. Вернувшись в Англию, в 1630 году он получил посвящение в рыцаре. В 1631-1632 годах воевал в качестве добровольца в Германии под началом Густава Адольф. Вернулся в Англию в 1632 году. Заслужил репутацию видного придворного острослова, сердцееда и картежника. Общался со многими известными поэтами своего времени и считался другом короля Якова I. В 1639 участвовал в войне Шотландии и на свои средства поставил в королевскую армию множество лошадей и яркие костюмы для солдат, что впоследствии вызвало множество насмешек. В 1630 он был избран одним из депутатов короткого парламента. В мае 1641 года он принял участие в заговоре по вызволению лорда Стаффарда и Ставера и призыву французских войск в Англию для помощи королю. А когда загород был раскрыт, бежал в Париж. Дальнейшая его судьба неизвестна. По одной версии он умер в Париже в страшной нищете, приняв яд. По другой бежал с любовницей в Испанию, где был арестован и замучен инквизицией после мая 1641 года. Как писатель наиболее известен своими любовными лирическими стихотворениями, а также комедия Говли, также трагедия Аглаура, первой поставленной в 1637 году и год спустя изданной в виде брошюры за счет средств автора. Вот некоторые его стихотворения. Перевод Марины Бородицкой. Творение называется «Против взаимности в любви». Соединение любящих сердец. Вот глупости чистейший образец. Яб грешников казнил таким проклятьем, чтобы от любви взаимный век страдать. Любовь капризна, как хамелеон. Сыт воздухом, от пищи дохнет он. Обиды, страхи, ссор минутных грозы, улыбка, просиявшая сквозь слезы. Вот корм любви, вот истинная сласть, а насыщение только губит страсть. Так мы во сне, изведав наслаждение, с утра досадуем на пробуждение. О, я умру от ужаса, когда мне милый однажды скажет «Да». Ведь женщина хотя бы и царица, в любви уж верно, стою не сравниться. Кого мы в дерзких, унося, мечтах, не напередней зрим, но в оплаках. Согласна, значит, шлюха, если даже она чиста, как снег или пух лебяжь. И холоден дружок с ней неспроста, молитвы горячей в разгар поста. Так будь тверда, любовь моя, не надо мне уступать. Желание нам награды и сладостных видений череда, каким не воплотиться никогда. Следующее сотворение называется «Что бледнеешь и вздыхаешь?» Что бледнеешь и вздыхаешь, бедный дуралей? Или вздохами мечтаешь тронуть сердце ей, бедный дуралей? Что молчишь и смотришь кротко, а не мел простак? Или думаешь, красотка все поймет и так? Вот какой простак! Не добьешься ничего ты, брось с ней, будь упрям. Если нет у ней охоты, не поладить вам. Ну и чертя. Следующее сотворение «Верный и любленный». Черт возьми, три дня подряд я в любовной роли, Если дождик не пойдет, пролюблю и более. Феб, ты обошел весь свет, отвечай толково. Где ты видел дурака, верного такого? Следующее сотворение «Свеча». Свеча, сей нужный в доме атрибут, При свете редко достают. Но стоит сумеркам сгуститься, Спешит Матрона или девица Излечь его. И тверд, и прям, Белеет он в руках у дам, Засим его без промедления Вставляет ловко в углубление, Где он смягчится, Опадет и клейкой влагой изойдет. Следующее называется «Украденное сердце». Своё ты не дала взамен, Просил моё вернуть, Пока его томил твой плен, Откоря ныла грудь. Теперь решил не брать назад И ни к чему платёж. Я же вижу, взгляд твой вороват, И снова заберёшь. Два сердца у тебя в груди, Без связи между собой. А где же любовь? Пади, найди, Смирюсь ли я с судьбой? Любовь – таинственный предмет, И что, к чему Бог весть? Так раз ключа к загадке нет, Пусть будет всё, как есть. Добилась, так сочти, Измерь от сердца твоего, Не менее держу теперь, Чем ты от моего. Следующее творение «Любимое, Лишь вспомнишься мне вдруг». Любимое, лишь вспомнишься мне вдруг, Вся красота сбирается вокруг, Все дивности, что мной ценимы, Все те, что созданы Богами, Внезапно возникают сами, Хотя порой они незримы. Сижу теперь, вздыхая целый день, Среди огней, Что гонит с неба тень, До первых взмахов крыльев ночи, Когда других смирит до ремонта, Во мне всё нет такой охоты, И в памяти твоей лишь очи. Разлуку или смерть не одолеть, Но жажда полюбить не гибнет впредь. Любовь – вершина совершенства, Какая б темень не царила, Любовь – такой кремень, Чья сила взметает к нему с ног блаженств, Сбурлит подчас иной большой прилив, Высокий мыс в волнении омыв, До речку поворотит встречно, Поверь, любовь пособна рьяно, Путь не слабее океана, И не единожды, а вечно. Вот так вкратце о английском Придворном поэте и драматурге, Представителе так называемой Школы кавалеров, Сэр Джон Сак. Данные из интернета. Продолжение следует...